Киевские каратели продолжают накрывать жилые кварталы города Донецка артиллерии. Не стало исключением и ночь 17-18 января. Один из залпов украинской системы залпового огня Град лег на привокзальной площади. Пострадали жилые дома, остановка общественного транспорта и Свято-Никольский храм. Другой зал приземлился и во двор живого дома по проспекту Панфилова. Пострадали в домах, разбила припаркованные рядом машины. Поразбили, стекла поразбили, позаделали картонами и живем. Вот он пошел утром хлеб купить, а я бегу следом, слепая, я не вижу, я инвалид первой группы по зрению. И бегу следом, потому что боюсь сама дома. И вот каждый день бегу за ним, боюсь, боюсь. Если он сам уйдет, не возьмет меня, я бегу по улице, все кругом гремит, я падаю, заголонетка. Я бегу. Это у меня сил уже нету. Да зачем же нам такая жизнь нужна? С чего это мы вот так вот? Почему мы должны страдать? За что? Ну за что мы должны страдать? Вчера с двух часов дня до полтретьего ночи. Это же вот такая колотня. Не выйдешь, я не знаю. Ну 17 на 18 января. Грасс прилетел во двор Свято-Николаевского храма, расположенного неподалеку от Донецкого вокзала. Слава Богу, никто не погиб. В общем-то, ну, двор храма поврежден, в храме поврежден инконостас. В общем-то, по имеющейся воронке, можно сказать, смело, что обстрел велся со стороны Авдеевки, где как раз находятся позиции вооруженных сил Украины. Но обстрел продолжается до сих пор, но несмотря на это храм работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...